Ну и начнем. 30 минут. У нас традиционный час здоровья. Сегодня поговорим о паразитарных инфекциях. И я врач Елена Борисовна Катышова, инфекционист и паразитолог. И сегодня поделюсь с вами, как бы своей волей, что ли, своим взглядом на то, как вот эти паразитарные инфекции портят нам жизнь. А мы все до сих пор заблуждаемся, мало о них знаем, отмахиваемся, очень часто говорим о том, что вот у всех есть, только у меня нету. Или еще классика жанра, я сходил, анализы сдал, у меня ничего не нашли. Поэтому мне, это не моя проблема, и я об этом и думать не буду. Вот. Но сегодня вот я прям со своей точки зрения скажу, как, ну вот как они на нас влияют. Я точно знаю, точно знаю, и вы не заблуждайтесь, что у каждого, у каждого заболевания есть свой возбудитель. Побольше этот возбудитель, поменьше этот возбудитель. Если у вас много заболеваний, если скопилось много диагнозов, знайте, что у вас не один возбудитель, несколько друг друга они все поддерживают. И забирают у организма вот эту возможность выздоровления. Мы все как-то привыкли уважать только червячков. Вот гельминты, и мы их уважаем. Вот такие уважаемые паразиты. А все остальное, думаем, что это вот все, что угодно, только не паразиты. Но знаете, паразит это все, 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 что живет за счет хозяина. И когда вы с этой точки зрения посмотрите на проблему, тогда складывается вот это впечатление, что их много. И надо все время об этом помнить, и беречься надо обязательно. Ну и что-то надо делать, конечно, с этим. Вот посмотрите, сейчас я попробую вам вот так показать. Вот смотрите, вот это все паразиты. Это большой-большой отряд вирусов. Это большой отряд бактерий. Большой отряд простейших. Гельминты, грибы. Грибы вообще нас хоронят, когда они у нас уже получаются. А мы все привыкли, что это только вот червячки. И то у нас какое мнение, что у всех все есть, а у меня никаких червячков нет. Тем не менее, вирусы, вот самый-самый такой идеальный, что ли, паразит. У него вообще ничего нет. У него вот есть такая спиралька, это его ДНК или РНК. То есть это вот такая информация о нем же самом. Ну и у него есть такая вот маленькая оболочка. И все, больше ничего нет. Но патогенность вирусов даже не зависит от его строения, что он там посложнее устроен или такой простенький совсем вирус. Совершенно от этого не зависит. И вот эта новая инфекция, которая у нас была, показала нам, что вот этот маленький вирус может принести большие-большие беды. Вирусы, они такие маленькие, они всего одну сотую от бактерии. Вот такая у них величина. Поэтому они отлично паразитируют и даже и в самих бактериях. И этот паразит, он только внутриклеточный. А когда он уходит в хроническую стадию, он вообще только внутриядерный. Он там живет, прицепляется, вцепляется в нашу ДНК. Эти маленькие вирусы легко мутируют. Они же простенькие, поэтому им легко сломаться. И так создаются новые вирусы. От них поэтому очень трудно сделать вакцину, потому что они постоянно меняются и не изменчивые эти вирусы. Посмотрите, вирусы вызывают более 300 заболеваний. Вот представьте, это 300 таких, которые классифицированы. Они летучие, они легко передаются, поэтому они часто вызывают эпидемию. После короткого, такого острого периода, они быстренько переходят в латентную стадию и в хроническую. Мы как-то привыкли, что это там, ой, подумаешь, что у РВИ, и все прошло. Все думают, вот ковидом отболел, и все, и все прошло. Ничего подобного. Они остаются у нас в нашем ядре, прицепляются к нашей ДНК и вместе с нами живут долго. Все будет зависеть от того, насколько крепкий организм и как долго он будет держать этого вируса в состоянии спячки. При хроническом течении все вирусы вызывают очень серьезные заболевания. Они специфичные, каждая из них живет где-то там в своей ткани, но заболевания, которые они вызывают, это все вот наши очень серьезные заболевания. Например, кто? Ну, например, вирус цитомигалии. Живет у нас, любит пожить в печени, вызывает гепатиты, любит пожить на внутренней оболочке матки. И поэтому поражает плод и часто очень не дает ему развиваться. Все вот эти наши привычные выкидыши очень часто именно проходят именно за счет цитомигаловирусной инфекции. И вот у нас одно ЭКО, второе ЭКО, десятое ЭКО. В одну страну съездили, в другую страну съездили. А вирус цитомигалии не даст прижиться. Плод просто не приживается. Или, например, инфекция Эпштейнвард. Вот он такой вирус. Он стартует как просто ОРЗ, или он стартует как острый мононуклеоз. Потом это все, ну, вылечили мы как-то, и он остается у нас как хронический. А дальше он вызывает синдром хронической усталости. Это его. Мы мало об этом знаем, но это Эпштейнвард инфекция. Это может быть даже тот же хронический мононуклеоз, когда лимфоузлы очень долго остаются, болеют, миндалины болеют, носовые миндалины остаются увеличенные, и мы плохо дышим. Тот же гепатит вызывает вирус. Вот он остался, это паразитарная инфекция. Осталась там в печени живет, и дальше все это портит. Или наш вирус Эпштейнвард живет по всей лимфоидной ткани. Если это долго, длительная персистенция, если он часто рецидивирует, тогда получается у нас расселенный склероз. Это его дело. Лимфогрануломатоз, и тогда мы уже идем прямиком к онкологам. И когда мы уже долго-долго болеем, это обычно бывают карциномы носоглопии. А кто это? Это вот вирус, которого мы не считаем за паразита. Мы когда-то сдали этот анализ, получили свои титры антител, и мы даже его в своей голове в паразитарную инфекцию не записали. Мы ничего с этим не делаем. Очень жалко, когда стартуют вот эти хронические уже поздние такие обострения, ну, еще до 18 лет. А они вот они, вот они. Я просто, знаете, вот говорю, делюсь болью, потому что я-то с этим работаю. Вот. Все вирусные инфекции – прямые онкогены. Прямые возбудители. Следующий такой большой класс паразитарных инфекций – это наши бактерии. И мы их тоже не считаем за паразитарную инфекцию. Ну, кто у нас когда-то связал стрептококкос, стафилококкос, ту же сальмонеллус – паразитарные инфекции? Никто. А стрептококковая инфекция – это начало всех панкреатитов. Это начало всех аутоиммунных заболеваний. Сальмонеллез – все думают, что однажды им заболели, и почему-то все считают, что чтобы заболеть сальмонеллезом – это укукова, это температура, это стационар, это очень тяжело, и уже вылечился, и все будет хорошо. Нет, мои хорошие, сальмонелла – это классика, у нее место жительства – желчные пути, она там живет. Раньше, когда был брюшной тиф, мы как ее искали, когда делали контрольные там все эти анализы? Мы зондировали и смотрели желчь. Сейчас мы все забыли, что вообще, что такое зондирование. У нас теперь зондируют только в дорогих, дорогих-дорогих там санаториях, куда мы едем, вот. А так нет. Так вот, когда у нас понос, и даже обычный, вполне может быть сальмонелл. Вполне. Все будет зависеть, вот эта тяжесть заболевания всегда зависит от того, сколько инфекционного агента мы съели. Вот съели много, да, большая клиника у нас, мощная, большая, в стационар попали, там лечимся. Съели чуть-чуть, ну, откусили там кусочек от чего-то. Или сметану попробовали, а фу, невкусно выбросили. Ну, чуть-чуть-то попробовали. И чуть-чуть сальмонеллы попало. Пропоносили день-два. Кто выпил таблетку, кто вообще ничего не выпил. Да какая разница, одну таблетку выпил, только все равно будет мало. И сальмонелла стала жить в желчных путях. Вот вам холециститы, холецистахолангиты. Она там живет, и ей ничего не делается. Туда попробуй, еще лекарство-то зайдет. Мы даже вот ангину лечим каким-то там, чем-то таким. Но это лекарство не заденет сальмонеллу, она в своем там желчном пузыре, так и будет долго жить. Вот. Что плохо у бактерий? У бактерий вот эта специфика вызывать хронические заболевания. Это хронические танзелиты, хронические там пиелонефриты, все-все-все, что на ИТ кончается. Однозначно это бактериальные инфекции. Паразитируют они и внутри клеточна, и вне клеточна. А мы как анализы делаем? Все говорят, я анализы сдал, ничто мне там не показало. Мы анализы на что сдаем? Мы либо смотрим кал и ищем там что-то в том же кале, расскажу потом. Либо сдаем кровь на антитела, и в крови мы смотрим антитела. Если антитела А, Н, значит это острая инфекция или обострение хроническое. Если антитела Дж, значит это хроническая инфекция. Потому что когда все хорошо, вроде как никаких антител-то и не должно быть. Вот. Но пока паразит сидит в клетке, организм его не видит, и антитела не нарабатывают. Никакие вообще не нарабатывают антитела. Он сидит внутри клеточек. И только в том случае, если паразит проснулся, вылез из клетки, эту клетку съел, клетка лопнула, он в кровь попал, да, организм увидел, наработает антитела. И если мы именно в этот момент сдали анализ крови, ну получим там какой-то результат положительный. Кто-то опять же будет что-то делать с этим результатом, а кто-то и опять так же не свяжет бактериальную инфекцию с паразитарной инфекцией. Ну а бактерии вызывают системные заболевания, то есть болеет вся система. Например, кто у нас? Например, хламидии. Мы как-то одно время так взялись за хламидии, все забоялись этих хламидий, что-то там делали, пытались их вылечить. Вот. Ну потом как-то тоже рукой махнули, но тем не менее хламидии вызывают ревматоидные артриты. И на сегодня это доказанный факт, что именно хламидия запускает все ревматоидные артриты. А у детей-то точно. Ювенильные ревматоидные артриты всегда связаны с хламидией. И ревматоидный артрит, это заболевание системное, болеет весь связочный аппарат. Ни один какой-то суставчик. А вот весь связочный аппарат болеет. И они все так вызывают. Стриптококк вызывает вот эти системные заболевания. Арифматизм тот же, кстати, сейчас стартует только так. Мы как-то забыли, что надо тепло одеваться. Посмотришь, как молодые одеваются, это шапнять и плакать. Это утром выходит на распашку папиросу в зубы, и все, он обезболил свое горло, идет себе дальше. А это же кордиты. Стриптококк спускается в сердечную сумку. И это кордиты. Потом они запускаются. По больницам нам ходить некогда. И получается, что наши мальчишки, это же дети наши, это же мальчишки наши. И потом начинается. Тут пробежал, задохнулся, там где-то колено уже где-то заскрепело. И по больницам-то они ходят. А вот они, первые симптомы заболевания. И еще бактериальные инфекции, они нам, знаете, что делают? Они нам меняют иммунный ответ. Они вызывают чрезмерный иммунитет. Это когда организм нарабатывал, нарабатывал, инфекция же хроническая. И он барабанит эти антитела, барабанит, нарабатывает, нарабатывает. Потом уже запутался. И начинает антитела вырабатывать не на микробика, а на саму ткань, где жил этот микробик. Если это связки, будут антитела на связке. Если это сосуды, будут антитела на сосуды. Кстати, хламидия. Это старт всех наших атеросклерозов. Именно хламидия поражает сосуды и делает там такие язвочки. А потом уже на эту язвочку придет холестерин, потому что это фактор генерации. Придет, ему же надо залепить, заделать. Сюда придет холестерин. И закроет эту язвочку. Она у нас плохо заживает. А холестерин садится и садится, пытается и пытается. И уже получается большая бляшечка. Тут мы еще со своим новомодным витамином Д, с этими бешеными дозами. Кстати, не надо. С этими бешеными дозами. Кальция туда еще. И получилась у нас такая каменная бляшка. Хирурги сейчас сосудистые. Все говорят вообще, вы что делаете? Сосуды каменные. Как сосудистые хирурги. Помним, что везде здравый смысл. Нужен просто витамин Д. Отвлекусь. Просто нужен витамин Д, такой, который будет хорошо усваиваться. Не вот эти большие, 5, 10, 20 сейчас доз. А просто такой нормальный, который в малой дозе будет хорошо усваиваться. Это вот как раз наш витамин Д. Одного спрея там вполне достаточно. Ну вот, это мы про бактерии. Отвлеклись чуть-чуть. Следующий большой класс паразитов, это простейшие. Это уже такие хорошие, такие прямо микроорганизмы, со своим циклом развития. Их очень много. Сейчас я вам покажу. Вот их сколько. И вот посмотрите. Балантиди, дизентерийная мёба, токсоплазма, трепаносомы. И чтобы их найти, видите, их по-разному покрасили. У них у всех свой специфический метод окраски, так, чтобы их было видно. А мы сдали свой анализ обычный или дети в период медосмотра. Вот школа пошла на медосмотр и вот эти 600 анализов на двух лаборантов. Кто там будет красить их, кто там их смотреть будет. Конечно, мы получим отрицательный анализ, обрадуемся и поймём, что лечиться нам не надо. Даже если мы свяжем этого паразита, ну, как бы вот уже прям задумаемся, что это серьёзно, например, лямбля, ну, у нас же анализ пришёл нам отрицательный. Вот. А у простейших уже появляется свой определённый такой способ развития. И на них, на простейших уже видно, как паразит заставляет хозяина жить, как именно ему надо. Вот с простейших уже начинается, вот этот механизм, когда паразиты прямо диктуют нам, как нам жить. Ну, такой самый-самый у нас на слуху, это кто? Это у нас лямбля. Вот так она выглядит, наша лямбля. А такая красавица, два глазика у неё. И вот французский биолог лямбль открыл вот этого паразита в 1853 году. И смотрите, как её назвал. Он её сразу назвал болезнь тоски, печали. Уже тогда было понятно, что этот паразит, вот он так работает. люди, которые заражены лямблиозом, вечно недовольны. А всё-то им не так. Детки, которые с лямблиозом постоянно ноют, и их спать не уложишь, они спать не ложатся. Потом они не поднимаются, и всё, им всё плохо. И такая вот баба-яга против. Если это подростки их записывают в плохих детей, а ребёнок просто болен паразитарной инфекцией, лямбли очень трудно лечить. И они вот на сегодня, они прямо распространяются и распространяются, и всё больше и больше. Их уже в анализах видно. Это значит, что их там уже кишмя-кишит. И от этого многие доктора говорят, да не надо их лечить уже, живите вы с ними. Это потому что лечить их очень действительно трудно. Лямблия прячется в цисту, пережидает вот это время нашего лечения, вылезет, будет дальше жить. И поскольку лечение очень токсичное, то доктор, ну и не хочет с этим, честно говоря, и связываться. И говорит, ну что вы жили уже вы с этими лямблями, живите дальше. Всё равно она у вас снова будет, это лямблия. Но лямблия когда бывает? У кого? Когда плохо с желчь и отделением? Это обычно детки, у них ещё желчь не такая едкая, как надо. И обычно пожилые люди, потому что у них тоже с желчным пузырём неважно, всё уже, где камни, где густая желчь, где печёнка недорабатывает. И недостаточное желчье отделение позволяет лямблям там хорошо ужиться. А у лямблия два специальных токсина. Вот прям два специальных токсина. Один на центральную нервную систему, то есть на голову, на нашу. И заставляет, портит нам настроение. От этого мы делаемся такими неудержимыми сладкоежками. И сладкого нам и хочется, и хочется, и хочется, потому что лямблия активный потребитель сладкого. Это она хочет сладко. Она живёт вот тут в 12-ти пешной кишке на уровне выхода поджелудочной железы и желчных протоков. Это общий проток. Вот они тут выходят, и здесь они перерабатывают углеводы до уровня простых сахаров. Вот она тут и живёт. Лямблия не живёт в печени. Когда лямблия появилась в печени, это значит, что у человека очень плохо с иммунитетом. Очень плохо. И она уже туда пробралась. И там будет уже абсцесс, и всё там уже будет совсем плохо. Вот. А второй токсин у лямблии, он работает на периферическую нервную систему. И вызывает у нас что-то вроде паралича кишечника в этом месте. И всё же должно вот так вот быстренько уйти. А здесь нет лямблия со своим токсином. Устраивает здесь такой застой. От этого у нас дооденогостральный рефлюкс, заброс обратно. От этого у нас заброс обратный в саму поджелудочную железу. То есть это панкреатит будет вечный. И кто у нас связал дооденогостральный рефлюкс с лямблиями? Ну ещё ладно с хеликобактером. Мы там вот. Хеликобактер, да. А с лямблиями нет. Их найти... Нет, их в принципе можно найти нормально, если смотреть. Ну как-то мы вот и не ходим взрослые сейчас. Ну вот. Когда ходить? Все на работе. Вот. А ещё один такой прямо такой яркий представитель простейших, на котором тоже очень хорошо сразу видно, как они заставляют работать, вообще хозяина, жить, жить как они хотят. Это таксоплазма. Вот такой цикл жизненный у таксоплазмы, вот такой большой. у неё появляется половой путь развития. И, конечно, эволюционно это более сильный вид. Собрались две особи, обменялись генотипом, выжил сильнейший. Понятно, что вид будет сильнее и сильнее. Но половой путь развития только в кошках. Вот кошка, любая кошка, побольше кошка, поменьше кошка, кошка домашняя, кошка дикая. И лямля живёт так, что она заставляет хозяина прямиком выходить к хищнику. Очень много фильмов про таксоплазмоз, потому что она реально прямо меняет нам процесс мышления. И люди, заражённые таксоплазмозом, ну я уже не говорю про животных, животные вообще прямиком выходят к хищнику, прямиком. Много этих всяких там фильмов, фильмов. У Би-Би-Си есть отличный фильм, там паразиты, борьба за тело. И там показано, как большой лабиринт, норки мышам там сделаны, мыши и кошку туда запускают. Мыши, заражённые таксоплазмозом, выходят кошки напрямую. Мыши здоровые, быстро прячутся. Просто спрятались норкой, всё. Больные мыши таксоплазмозом выходят кошки напрямую. Люди, заражённые таксоплазмозом, оказывается, тоже теряют чувство осторожности, что ли. У мужчин вызывает таксоплазма такие, агрессивные энцефалопатии. А у женщин теряется чувство осторожности. Поэтому вот и получается, что люди начинают искать приключения, находят эти приключения. И есть такая статистика, 65% людей, которые находятся в местах лишения свободы, заражены таксоплазмозом. А 65% женщин, которые попали в экстремальные ситуации, тоже заражены таксоплазмозом. Вот так, это вот, представляете, вот я вам про двух паразитов только рассказала. А сколько их вообще? Их очень много, очень много. Ну, вот это, коротко скажем так, простейший, еще один большой класс паразитов. И следующие у нас паразиты, это у нас такие гельминты. Это паразиты, такие уважаемые, скажем так. Ну, червячков все боятся, все их уважают. И даже говорят, что я проводила как-то противопаразитарку себе и всей семье. Только у нас мало кто знает, что гельминтов тоже очень много. И они разные. Бывают вот такие кругленькие, а бывают плоские. Кругленькие, это как карандашик. А бывают плоские, как лапшичка. Бывает лапша длинная такая, червячки длинные, это цепни. А бывает лапша коротенькая, так скажем. Это сосальщики. И сосальщиков тоже делается очень много. И вообще и цепни стали появляться. И знаете, когда я училась в институте, нам на кафедре биологии не могли показать, ну, как бы вот, какие-то реальные случаи вот этой паразитарной инфекции. Нам показывали червяков, которые заспиртованы в банках стояли. И вот тут время прошло, вроде как должно быть все лучше, прогрессивнее. Но паразитарных инфекций становится все больше и больше. И знаете, мне тут как-то пришлось как-то заняться и посмотреть вообще, что о паразитах думают разные врачи. Ну, мы же теперь настолько доктора разделенные, вот у нас теперь даже кардиологи разделены так. Просто кардиолог, кардиолог, ревматолог, да, а теперь же у нас есть кардиолог, аритмолог. Ну, вот у нас были просто невропатологи, теперь у нас неврологи еще есть, теперь у нас эпилептологи отдельно, и получается, где-то может быть и хорошо, но где же тот доктор, который будет смотреть нас в общем, что-то такое вот, ну, заподозрить и уже потом искать. Ну, вот я вам говорю, у каждого заболевания есть свой возбудитель. Знаем мы его, не знаем мы его, инфекции постоянно новые находятся. А сколько еще найдется таких, которые будут? Ну, вот у нас на сегодня, я вот посмотрела, московские неврологи дали такую цифру. В двух неврологических детских клиниках Москвы за два года прошел 31 случай церебрального паразитоза. А что такое церебральный паразитоз? Церебральный паразитоз это когда черви в голове. Это когда их уже столько, что они уже в голове. Я не преувеличиваю. Я вам сейчас покажу профессиональный снимок. Смотрите. Вот это головной мозг, снимок. Вот сначала мы идем, сделали нам вот такой снимок. Тут нашли такую маленькую-маленькую кисту. Ну, кист у нас сейчас полно. Мы сейчас куда не пойдем, нам везде кисты найдут. И что нам говорят? Наблюдайте. Ну, наблюдали, наблюдали, что-то она тут подросла. И попал человек в хорошую клинику. Да, в хорошую попал. Вот ему делают тут снимки. Это снимки уже видно, что это большие, контрастные снимки. Вот что-то тут нашли, вот такую штучку нашли. Надо поискать, что это такое. Повернули. Это когда хороший метод исследования, когда это срезы, с разворотом, всякая рана. Вот тут раз, что-то еще такое нашли. Еще повернули. Вот теперь здесь лучше видно. Еще повернули. И вот здесь видно червячка. И червячок-то, посмотрите, какой. У него размер от черепной коробки, вот от кости, до внутри черепного желудочка. То есть, это червячок такой, скажем так, на сантиметрах 6-7 точно. Это насколько должен ослабнуть иммунитет, чтобы он туда попал, к нам туда, и не сдох. Вообще, по-хорошему, вот эти ткани, они не приспособлены для того, чтобы там кто-то жил. И организм всегда их как-то в капсулу забирает. Он их кальцинирует. И когда мы сейчас живем, кстати, кто нам портит так сильный иммунитет? Ну, сами же инфекции нам также портят иммунитет. Нам холод также портит, ослабляет нас, когда мы мерзнем вечно. Это вот тоже нам ослабляет иммунитет. И очень сильно ослабляет иммунитет нам электромагнитное, вот эта вот нагрузка. И вот когда мы живем в эпоху гаджетов, когда мы не думаем, что нейтроники, это очень серьезно, и не купили себе, поленились, забыли, не налепили себе нейтроников на все гаджеты, или налепили только на телефон, забыли, что у нас дома роутер стоит еще, и не выключили из розетки на ночь. И вот это мы каждый день, каждый день себе ослабляем иммунитет так, что паразитам делается вообще класс. Они просто резвятся. Еще раз про анализы. Анализы – это антитела. Хороший, крепкий организм антитела наделает, да, настроит, мы в анализах это увидим. А когда он вот такой задавленный, ну, всеми вот этими нашими вредными, сейчас вредной жизнью, ну, не нарабатывает он антитела. У кого были такие случаи, когда герпес вылез, причем, ого-го, вылез, или на половину ягодицы, или на пол лица, мы идем, сдаем анализ, анализ отрицательный. Сколько таких случаев сплошь и рядом. Все приходят и говорят, Лен Борис, ну, а что это такое? Да вот, ребята, настолько вы ослабли, что герпес ваш, вот он, резвится, а анализ отрицательный, антител нет. И вот тут, кстати, еще тоже такая, ну, нюанс такой. То ли это организм так ослаб, что вот герпес есть, а он антител не нарабатывает. То ли он изначально никаких антител не нарабатывает, поэтому и герпес так резвится. Поэтому герпес не маленький, а сразу, ого-го, какой большой, большой, здоровый, вот эти все очаги герпесные. Вот. Поэтому я про анализы еще раз. Можно ходить, искать эту целую кучу всяких наших паразитов. И из любого вот этого класса большого, про которое я сейчас сказал. А можно просто знать, что они есть, что они разные, что все, что у вас заболело, связано как раз с ними. Где-то кто-то активировался. И тогда мы делаем просто, регулярно, противопаразитарные программы. Почему делаем противопаразитарные программы именно травами? Да, потому что в траве в принципе все равно какое-то паразит. Травы, когда они собраны тоже в комплекс, они работают на все, на вирусы. И мы вот в эту новомодную инфекцию чем спасались? Травами спасались. Все быстренько стали вспоминать, какая бабушка что там нам советовала. И когда мы уже прямо вот в это вникли хорошо, нам кто помогал? Нам помогал чеснок, имбирь, лимон, мед, куркума. Нам помогали ингаляции спиртовые с тем же чесноком. И когда мы серьезно занялись этой проблемой, кто-то занялся, кто-то проникся, что наконец-то дошло до людей, что это все-таки паразитарные инфекции, потому что это серьезное заболевание, а кто-то может быть. И такие люди тоже есть, и вот уж прямо кого следует уважать, кто-то просто хочет прожить красиво, долго и активно. Тоже противопаразитарные комплексы нужны. И нужны вот они именно такие, травяные. И тогда, когда мы собираем их в комплекс, мы о чем должны думать? Как собрать все эти травки, чтобы как они бы друг дружку дополняли? всегда иммунитет. Первое дело иммунитет. Иммунитет это что такое? Это много хороших антител. Его, конечно, можно стимулировать, а можно модулировать, то есть ему можно дать ресурс. Ресурс, вот я тут пишу, кора муравьиного дерева и кошачий коготь, ну это так. Но вообще-то иммунитет это еще и много белка хорошего, поэтому деткам молозива себе противить периодически надо. Обязательно какой-то сам по себе противопаразитарный какой-то такой продукт, ну можно монопродукт, это лист черного ореха, испокон веков во всех культурах использовался как глистогонный. Чеснок сюда же и мне чем нравится клуб коралловый тем, что здесь всегда появляются новые продукты комплексные, когда собраны травы так, чтобы они дополняли друг друга, вместе давали вот этот шикарный противопаразитарный эффект. Это у нас парафай, который будет работать хорошо на простейших, хорошо будет работать на грибную, на грибковую инфекцию будет работать хорошо и апистоп. Апистоп работает на всех печеночных сосальщиков. Но он не просто их гонит, он еще и восстанавливает функцию печени. Поэтому про апистоп никогда не забываем, когда формируем себе вот свой противопаразитарный комплекс. Обязательно то, что будет регулировать иммунитет, потому что вот я сказала, все они токсичные, все, и со временем портят нам иммунитет и вызывают вот эти системные болезни за счет чрезмерного иммунитета. И держать его в норме будет серо МСМ. Про нее можно говорить вообще отдельно. Прям про серу можно отдельно говорить, чего она только не делает. Но в противопаразитарном комплексе она будет работать как сама она сама противопаразитарная и как звено, которое держит нам иммунитет. Обязательно нужны системные ферменты. Не просто ферменты, не фистал. Фистал тоже хорош, но в какой-то определенный момент, когда мы чего-то наелись и прямо нам плохо можно есть фистал, крион, мизин, что там целая куча сейчас. Нужны такие, которые всасываются в кровь. В крови догоняют все, что не переварилось, переваривают, догоняют все вот эти личиночные формы, которые у нас в крови там у нас циркулируют, как у нас например та же таксокара попадает в головной мозг. Да, она циркулирует по крови как личинка, а потом она где-то застрянет и там уже приживется и будет жить. Так вот вот эти системные ферменты догоняют их и там их лизируют. Обязательно нужны бакпрепараты. Бакпрепараты у нас в клубе Коралловом вообще шикарные. Суперфлора, сейчас метастик появился, бикурунга. И вот это будет такой, ну вот это основа комплекса. Нельзя здесь ничего убрать. Вот ни одну строчку из этого комплекса убрать нельзя. Это когда мы сами себе формируем вот этот противопаразитарный комплекс. Для взрослых у нас вообще нет проблем, пороши купили, пороши плюс еще лучше, еще лучше, когда мы пороши плюс пьем не за два месяца, а за один месяц, и тогда мы достигаем нормального хорошего эффекта. Всегда у нас бывают вопросы по деткам. Как детям, сколько детям, когда и начинается. Ну, во-первых, вы просто запомните, что дети у нас после семи лет они уже как взрослые, им все можно давать как взрослым. С трех до семи лет сдерживаемся, скажем так, особо не резвимся с этими таблетками. Это себе мы можем и три, и четыре, и вот кто давно в клубе, да, мы так и делаем. Ни одну, ни две, и не два раза, а три раза. Когда мы собрались паразитариться, вот смотрите, мы когда просто хотим себе, ну, грацию, да, суставы, смотрим, что-то плохо там задвигались, и мы начинаем серу пить там две-два раза. Когда забыли, когда снова взяли пьем, а вот когда мы паразитаримся, когда серу пьем три раза, а прямо пьем, если уж мы собрались выгонять этих паразитов. Вот. А деткам, деткам, вот сейчас я покажу такой классический пример. Вот, смотрите, это такой обычный базовый комплекс ребятёшу с трёх до семи лет. После семи лет ему можно обычное наше взрослое количество давать, можно порошит давать ребёнку после семи лет. с трёх до семи лучше так. Кора муравьиного дерева по одной-два раза, чеснок по одной-две, но если ребятёш уже ближе к шести годам, можно уже две давать спокойно, но три раза, серу даём по одной-два раза, папайка детям хорошо, но потому что сейчас она ещё и такая вообще вкусная, по одной-три раза в перерыве между едой даётся папайка, просто как конфетку, сонулю и он бегает, сосёт эту папайку и обязательно либо суперфлора, либо метастик. А вот само противопаразитарное звено в этой программе это, конечно, лист чёрного ореха. Ребёнку давать комплексный препарат типа парафайта, знаете, ну чревато тем, что, во-первых, это сильный препарат, они начнут там дохнуть все наши червячки простейшие, кто там ещё собрался, на кожу всё вылезет, нам зачем этот эффект? Нам такой эффект не нужен, поэтому детям лучше давать моноприпарат. Вот лист чёрного ореха даём по одной, но три раза. И помним, что лист чёрного ореха он всё-таки даётся 20 дней. Вот 20 дней отпили, 10 дней перерыв, потом ещё один курс листа чёрного ореха. А в перерыве серебро хорошо дать. А вот всё остальное пьётся без перерыва. то есть карамбурь, винного дерева, чеснок, сера, папайка, суперфлоры, это всё без перерыва, и только для листа чёрного ореха перерыв. А в перерыве хорошо давать серебро. Вот это будет хороший такой, вроде бы паразитарный комплекс. И все, кто его выдержал и сделал. Все приходят и говорят, да я своего ребёнка вообще не узнал. Всё, перестал цепляться мне за ноги, перестал лезть ко мне на колени, перестал меня отвлекать, когда я говорю с другими взрослыми. Он занимается себе своими делами, абсолютно уравновешенный, здравомыслящий ребёнок. Потом такие мамульки прибегают, говорят, Лен Борисовна, у нас опять лямбли. Ты откуда знаешь, что у тебя лямбли опять? Она говорит, ну мы же это уже проходили. Что нам делать? А что делать? Возвращаемся и всё это делаем. Против вот этих паразитов у нас нет пожизненного иммунитета. Конечно, плохо. Поэтому мы, естественно, всегда можем снова заразиться. Но если мы делаем эту паразитарочку регулярно хотя бы три раза. Ну, а по-хорошему вообще бы можно и часто. Деткам точно можно делать чаще. И тогда эффект у нас получается, ну, вот реально мы просто своих деток растим, как абсолютно здравомыслящих детей. Такие, ну, это вот наши детки, которые хорошо учатся, которые такие у нас довольные всегда. Вот. Если ребёнок младше, трёх лет, если детка младше трёх лет, тогда делим ей все капсулки пополам. И та же схема, только капсулки пополам. Вот это всё количество капсулок пополам. И всё. И никаких трудностей у нас с противопаразитатой в принципе нет, если мы вот это всё себе, ну, всё, всё вот так у себя уложили. Что ещё? По вопросу, по питанию вопросы, вот такие прям хорошие, спасибо прям, что напомнили. Когда лечим, простейших особенно, когда точно знаете, что вот у вас ляма, или когда вы точно знаете, что у вас кандидоз, например, тогда мы убираем молочку. Можно оставить кисломолочку, если переносите. Можно аккуратнее с хлебом. Хлеб это углеводы. Помним, что лямбля у нас активный потребитель углеводов, и не надо её подкамливать. Мы убираем хлеб и булки, убираем всё дрожжевое. Оставляем себе что? Слайсы себе оставляем, хлебцы себе оставляем, сухарики какие-то на это время оставляем. И обязательно убираем сладкое. Сладкое, смотрите, у нас есть прямо сладкое, это конфеты, это шоколад, это печенье, пироженка, но у нас очень много скрытого сладкого. У нас что такое? Где у нас скрытый сахар? Это все наши кетчупы. Это вот эти все наши там вкусные приправки, вкусные добавки. Поэтому с едой будьте аккуратны. Очень часто еду, знаете, как можно тестировать? Вот, например, например, на ревматоидном артрите очень хорошо видно, как питание нам прямо ух, либо оно нас лечит, либо ну прям возвращает нас обратно в это все. Это вот когда ревматоидный артрит, и тогда нельзя точно нельзя ничего, что будет интоксикацию увеличивать. Это, естественно, все спиртное, это виноград и продукты виноделия, это курица, то есть аллергены вот эти прям убираем, убираем, и нормально восстанавливаемся, живем, но это уже наш образ жизни. Как только приехали, все, и знаете, как два человека прям приносят, потому что ручки-ножки так уже болели, что муж ночью поставил тебя вот так вот, руки тебе разогнул, донес тебя до горячего душа, под душем горячим немножко согрелись, руки стали работать. В собственном доме на второй этаж уже никак не подняться, вот уже все, переселились на первый этаж. И вот когда такой человек приходит, мы обычно всегда тестируем питание, и это классика жанра, это вот всегда нельзя, это продукты такие, ну, то, что не надо есть вообще. Но тут все поправились, хорошо, стали бегать по своему коттеджу, сели за рубль, все хорошо, прекрасно, все нормально, приехали гости, опять бутылочка белого вина, немножко курочки, немножко сыра, и опять через неделю муж опять принес. Лена Борисовна говорит, никогда не думала, что вот этот единственный ужин опять меня уложит в кровать. вот что такое это. Потом, если, знаете, если все делать правильно, организм полностью восстановится, все будет нормально, уже будете по чуть-чуть себе вот это вот все позволять, но на первое время обязательно вот эта диета с исключением молочки, с исключением желательно куриц и яйца мы плохо переносим, но вот сейчас я говорю такие вещи, знаете, они в принципе это не для всех. Это уже как бы за рамки нашей общей противопаразитарной программы, но мы убираем всегда молочку, убираем сладкое, убираем булки и дрожжевую выпечку, вот это вот прямо убираем, что еще обязательно пьем, вот тут нужна будет и вода именно наш коралмайн, потому что вода с коралмайном она превращается в микроциркулянт, она дойдет до последнего капилляра, в самый отдаленный орган придет, вот на последний мизинчик нашей ноги придет и там все токсины соберет и выведет, потому что когда мы делаем паразитарку, они догнут и конечно же токсикоз нарастает, ну понятное дело, и вода простая противопаразитарку не потянет, вот, теперь смотрите, я тут вопросы идут, я их не успеваю, не успеваю их читать, так, пройду, отметили, так, есть ли противопоказания для противопаразитарки, есть ли с сосудами проблемы, нету, нету, наоборот, делаем паразитарку, с сосудами проблема, я же говорю, это там, ну правда, мы сейчас не берем сюда в это внимание сахарный диабет, сейчас не углубляемся, у нас противопаразитарная тема, поэтому помним, что это хламидия, это стриптококи и противопаразитарочку делаем обязательно, можете сделать противопаразитарку, прикройте только печень, прикройте, это лецитин, фандетокс, и вообще будет все прекрасно, и самочувствие улучшится в разы, дальше, что у нас, будет эффект от противопаразитарного у детей, если не получается исключить запрещенные продукты, молочку и мучное, что мешает убрать булки ребенку, ну тем более, что про эти булки столько написано, слушайте, а если булка, это еще и фактор риска по по вот этим по глютену, то, знаете, с булками вообще осторожнее, молочку, оставьте кисломолочку себе, не убирайте молочку, оставьте кисломолочку, опять же, если взрослый ребятеж, нет проблем, а если это про малыша, про малыша, ну совсем малышу не надо ничего делать, где-то там с полутора лет вполне можно перейти пока на кисломолочку, вот по хвалу получать приятно, спасибо большое, биорезонанс, на сегодня наиболее точный метод диагностики, тут никуда не денешься, да, при псориазе что исключаем из питания, ну знаете, в принципе все то же самое исключаем, при псориазе это же грибковая инфекция, очень любят сладко, очень любят витамины группы В, поэтому там еще их надо убрать, и при нем надо много пить, вот прямо много пить, всегда, когда начинаем паразитарку при псориазе, бывает некоторое обострение, ну перетерпеть и потом прямо это вот точно обострение, выздоровление через обострение, в парашиде плюс есть противопаразитарные препараты, да, это сам парафайт, серо, это все в эту сторону, остеохондроз у детей и грыжи шморля, крутые вопросы задают крутые доктора, остеохондроз у детей, да, причем это начало всегда запускается герпес вирусом, потом сюда сядет стриптококковая инфекция, потом начнется дегенерация хрящевой ткани и нестабильность позвоночника уже за счет несостоятельности всего связочного аппарата, поэтому здесь тоже наша противопаразитарка, вот она универсальная, прямо универсальная, после ОРВИ кому восстановиться, вот смотрите, мы когда говорим вот сейчас про противопаразитарку и люди у нас разные, бывают пожилые очень и очень больные люди, они конечно плохо восстанавливаются, бывают обычные люди с иммунодефицитом, а бывают детки, как восстанавливаться, и вообще от ОРВИ для восстановления у нас есть наш большой пэк-рекавер, вообще чудесный, туда вложено, прям не знаю, кто-то с такой большой душой и знаниями собрал нам рекавер, и мы даже вот ничего не думаем, берем и пьем вот этот рекавер, можно без целенозерновой, ну можно корочку, если от него то вообще хорошо, и подсушить его, так чтобы он все-таки вот на сухарик был похож, с красной волчанкой проходить, знаете, опыта по красной волчанке у кораллового клуба, я так скажу, достаточно, причем и у докторов от кораллового клуба, и у просто у девчонок, поэтому вы не бойтесь, начинайте паразитарку, и уж тут вам паразитарка, она чуть ли не нон-стоп, перерыв снова, перерыв снова, перерыв снова, в перерыве между листом черного ореха, или между там, кошачьим когтем, вот смотря, что между парафайтом, обязательно серебро, можно его параллельно, потому что это все равно стрептококковая инфекция, красная волчанка, это когда завязалась в другой узел паразитарная инфекция и сломанный иммунитет, поэтому пьем воды много, моем организм, серы много едим, сера блокирует нам чрезмерные антитела, причем она реально работает, друзья, и поэтому серу 2-3 раза, 2-3 раза, когда-то была такая статья, наш институт лимфологии в Новосибирске делился опытом применения продуктов кораллового клуба при системной красной волчанке, и вот они давали лецитин, кору муравьиного дерева, серы давали прямо по 3 раза, и при СКВ, представляете, уходили вот эти клетки, или Е-клетки, то есть получался прямо очень хороший, стабильный, долгий эффект. Дальше, так, у нас время кончается, уже пора заканчивать. Сколько продолжаться по времени? Два курса, 20 дней, 10 перерыв, еще 20 дней, и это паразитарная программа, вы прямо вот не думайте, что вы его только делаете, что там червяков травить. Вы когда пьете этот комплекс, вы даете много витамина, вы кормите весь связочный аппарат. В листе черного ореха витамина С больше в 50 раз, чем черная смородина. Представляете, вот как мощно вы закармливаете организм и себе, и ребенку, поэтому даже не бойтесь, вот курс за курсом, а курсы, да, курсы такие длинные, а знаете, чтобы таксокару убрать, мы в больнице вынуждены давать вот эти мощные мебендозолы 21 день. Не просто так, а вот даешь, 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 смотришь, кровь, все, литимойная реакция пошла, бросаем, ждем, пока восстановится, потом, может быть, организм даст нам снова это дать. И бросить нельзя, потому что это очень сильно бронхиальная астма, это зрение так падает, таксокара, ну, это такой червячок, ого-го, сколько, нам всего портит. Вот. Невозможно убрать вот червячков быстро. И поэтому, да, вот такой комплекс. 20 дней, потом переждали чуть-чуть, опять, вот так и делаем. 14 лет прошел детокс, потом порошит, перерыв, опять порошит, сейчас вылезли цисты, а, вылез цистит. Так, вот не путайте все в одну кучку. Цистит, это где-то ваш ребенок замерз. Тут не написано мальчик или девочка, сейчас абсолютно все равно. Пацаны ходят еще хуже одетые, чем девчонки. Посмотрите, у нас, например, здесь вообще, вот у нас здесь мороз, пацаны в куртках короткие, конечно, будет цистит, конечно, будет ранний простатит, все, что угодно будет. Вот это к этому не относится, поэтому циститом займитесь отдельно уже теперь. И вот я вам говорю, знаете, у нас вот это среда, это просто какой-то сплошной один поражающий фактор. Поэтому у нас, естественно, мы заодно схватились, поправили, другое вылезло, опять поправили, опять другое вылезло. И поэтому вот здесь нам нужно вот это хорошее клеточное питание. Потихонечку все укрепится и будет организм уже менее чувствительный к этому всему. Но работать и работать. Вот хотим жить красиво, хорошо и долго. Да. Так, новеньких вопросов у нас тут набежало. Курицу нельзя, а индейку... Да, почему-то у индейки какой-то другой обмен. Может быть, потому что вот говорят же, что индейку нельзя много химозой кормить, она дохнет. И в ней, наверное, все-таки меньше всего вот натолкана. Еще один вопрос про СКВ. Все так же, ничего новенького, все так же. Только печень прикрываем, фондетокс пьем и серы больше. Ребенку ставят воскулит. Воскулит, опять же. Вот классика жанра. Аутоиммунка с трептококковой инфекцией. Недолеченные ангины. Это когда нам вместо ангины ставят диагноз ОРЗ и не лечат ангину как следует. А, как это у нас? Да вы вот это попейте, вы вот это попейте. Ангина штука такая, она лечится обособленно, долго. И знаете, я как антибиотик, я прям люблю, вернее, я как инфекционист очень люблю антибиотики, когда они вовремя и когда они правильно назначены. Конечно, обычным людям трудно там ориентироваться, понятно, что они тоже бывают разные, специфичные, но ангину все-таки надо лечить с антибиотиком, так, чтобы не было у нас рецидивов, иначе. Вот 13 лет воскулита у нас уже противопаразитарку, как обычно, вот все по кругу здоровья. Детокс, противопаразитарка подкормится. Чем подкармливаемся? Подкармливаем всю нашу вот эту эластичную ткань, весь связочный аппарат. Опять же, сера, коллаген бы, конечно, хорошо. Вот, противити, потому что белка надо много. Омега-3, вот эти вещи нужны будут, да, так и будете по кругу здоровья. Один круг, потом следующий, следующий. По эпилепсии, да. Знаете, про эпилепсию прям могу похвастаться. Была у меня Тонечка, такая девочка. Привели ее, давно, ей сейчас 20. Привели ее давно, когда она была, ей было 9 лет, и эпилепсия у нее была такая, что ее не держал ни один противоэпилептический препарат. Ее било судорогами, ого-го, как, и вот реально ребенок улегся в больницу просто на плановую, потому что это плановая госпитализация, серьезные вещи, да, мамочка в надежде, что сейчас ей помогут, ее там чем-то капают, колют судороги, нарастают, 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 и вообще ребенка бьет не переставая, и мамулька забирает ребенка из больницы и говорит, все, умирать мы будем дома, вы мне тоже ничем тут не помогаете, и, ну, очень серьезный вопрос, да, но она конкретно пришла, говорит, Лена Борисовна, умирать мы будем дома, просто там мне ничего не помогает, я ее положила в больницу, чтобы судороги были чаще, что ли, и на продуктах каравового клуба, а знаете, это же было давно, тогда еще и не было такого большого выбора, у нас была, ну, вот лист черного ореха был, у нас конкретная такая, ну, вот паразитарка, и на этой паразитарке, правда, это была большая паразитарка, дозы мы ей там подбирали, вот, и знаете, что, девочка наша работает актрисой в московском театре, с абсолютно нормальным IQ, представляете, а ее привели противоэпилептические препараты же давят IQ ребенку, и уже потом неизвестно, что он или такой вот глупенький от того, что он эпилепсией болеет, или от того, что его задавили вот этими препаратами, уже непонятно, что это такое, вот, и вот такой вот результат, еще, ну, еще есть такие результаты, но это прямо вот такое, что вот ребенку 20 лет, абсолютно, абсолютно, ну, представляете, актриса в московском театре, так что вот, по эпилепсии был такой, и смотрите, все, мы свое время уже выбрали, черпните вопросы, у кого там что было, еще, ну, мне кажется, мы на все тут уже ответили, вот, рада была стараться, очень приятно, ну вот, всем пока, до новых встреч, что называется, мы же не прощаемся, всем пока-пока, пока-пока-пока, пока-пока-пока,